Дмитрий Песков Владимира Путина, к предательству и воровству, и о нежелании жить Дмитрия Пескова после критики со стороны Владимира Путина. На грани увольнения часто стояли? Ну, скорее, я сталкивался с серьезной критикой президента. Это хорошо звучит. Когда президент критикует, жить сразу не хочется? Это в какой форме? Жить сразу не хочется. Очень жестко? Бывает жестко, да. Дмитрий Песков также ответил на вопрос о том, изменился ли глава государства с течением времени, и об отношении Владимира Путина к предательству и воровству. А Путин изменился за то время, что вы его знаете? Ну, в каком-то плане, конечно. Он же развивается. Он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Но он не жестокий человек. Ну, если брать предательство, если брать воровство, он жестокий. Он беспощадный. То есть к тому, что в его понимании является греховным таким, это как я вижу, он жестокий. Также пресс-секретарь заявил, что не смотрит передачи Владимиру Соловьёва, что довольно странно, так как возникает вполне логичный вопрос. Тогда откуда он получает самую достоверную и правдивую информацию? Мои передачи вы не смотрите. Я помню. Да-да, я в курсе, вы это сказали публично. Я действительно не смотрю. Ну, у нас свобода. Это не обязательно. Никто не заставляет смотреть. Хорошо, что вы участвуете. Это гораздо важнее. Как говорят про Соловьёва, полстраны его любят, полстраны его ненавидят. Но большая часть из этих, из других, его смотрят. Притом, как правило, те, которые ненавидят, смотрят дольше. Это известный феномен телевидения. Откуда получает информацию пресс-секретарь России Дмитрий Песков, если он не смотрит передачи Владимира Соловьёва? И оказалось, что Дмитрий Песков хоть и не смотрит передачи Владимира Соловьёва, но он всё-таки всё равно получает информацию из них, но другим путём. Это просто профессионализм. То есть вам дико не нравится то, что я делаю, но всё равно вынуждены... Мне не нравится форма. Мне не нравится форма, и поэтому, чтобы не испытывать какого-то дискомфорта, если мне нужно ознакомиться по работе с какими-то высказываниями, или твоих гостей, или твоих, то я просто распечатку беру и читаю. Также для армян будет шоком новость о том, что самый честный и самый объективный журналист Владимир Соловьёв больше не является защитником армян, так как теперь он ругает Николу Пашиняна и сильно хвалит Ильхама Алиева, в чём он дал личный отчёт перед годом Семёновичем Нисановым. Стараюсь вовсю. Там вообще интересная ситуация, фрагмент, на который обиделся господин президент, на самом деле был вырезан из моей программы, там, где Богдасарова говорила о немнём вожить, и в программу он не вошёл. Но какой-то дегенерат поставил это в анонсы на телеканале «Россия», там, притом, ну, на сайте. А в передаче как раз этого не было. Это вот, говоря о том, кто и как, и где работает. А я как раз всюду, когда кто-то что-то неуважительно пытается сказать, это руками убираю. Дорогой Владимир Семёнович, всё понимаю, разделяю ваши опасения, но вот сегодня, пусть посмотрит, сегодня ругали Пашиняна и сильно хвалили Алиева. Вот я лично сильно хвалил Алиева. Субтитры создавал DimaTorzok